Финансовая пирамида Если вдруг с вами или с вашими близкими уже случилось это Сегодня среди слушателей Тамара Андреевна Заместитель председателя окружной общественной организации Дети войны По ее словам, пожилые люди часто сталкиваются с мошенническими действиями Сегодняшнее наше собрание, которое нас собрали, оно нужно нам Потому что даже дети войны приходят к нам и говорят Вот нас обманули, нас звонят И вот это, что нам сегодня рассказали, как говорится, меньше будет обращать на мошенников Нелегальные финансовые организации часто похожи на настоящий банк Статус, серьезные сотрудники, красивая реклама Все это усыпляет длительность граждан Прежде чем вкладывать деньги, специалисты рекомендуют проверить наличие лицензии у организации Это стоит сделать на сайте Центрального банка Там же можно найти список сомнительных организаций, с которыми категорически не рекомендуется сотрудничать Данный перечень пополняется ежедневно На сегодняшний день у нас есть основная мера, которая позволяет в кратчайшие сроки блокировать сайты нелегальных участников В частности финансовых пирамид, нелегальных кредиторов Что позволяет быстро снизить риски того, что граждане попадут на эти сайты И воспользуются этими нелегальными услугами и потеряют денежные средства Только за первое полугодие Банк России выявил более 950 компаний с признаками финансовой пирамиды Это в 6,5 раз больше по сравнению с тем же периодом прошлого года Ольга Дмитриева, Фарид Хариддинов, телекомпания Одинцова